Первый трейлер Ведьмака с Генри Кавиллом уже здесь. Признайтесь, все мы облегченно выдохнули, подсознательно ожидая увидеть нечто вырвиглазное. Но нет, Netflix на этот раз не подкачал и нанес неплохой удар по нашим сердечкам. Помимо трейлера мы получили кучу анонсов и дополнительных данных о проекте, которые не могут не радовать. Куда делся второй меч Геральта? Почему Цири такая молодая? И какой сюжет вообще экранизирует? Это и многое другое уже в ближайшие пару минут. Начнем с небольших пояснений для тех, кто совсем уж не в курсе. Экранизировать будут не игру, а книги, на которых она основана. Анджей Сапковский, автор вселенной, написал первый рассказ о Геральте еще в 1986 году. А в 2018 на главную роль в анонсированном Netflix-сериале сенсационно пришел Генри Кавилл. Актеры блокбастеров редко идут в сериалы из-за заведомо меньшей зарплаты, но Генри – ярый фанат Ведьмака. Более того, роль он получил не по блату. Как рассказали создатели на Комик-кон в Сан-Диего, Кавилл победил в кастинге среди 207 актеров. Звездность Супермена пошла на пользу, но он был не единственным желающим получить роль. Кастинг Генри Кавилла на роль Ведьмака продолжает широко обсуждаться с сообществом. Кто-то в восторге от Супермена, но некоторые считают, что Netflix ошиблась. Не спойлер одобряет выбор актера на роль, хотя бы потому, что это смелый эксперимент. А смелые решения почти всегда имеют успех. Взгляните на то, что делает Raid Shadow Legends с игровым сегментом. Мы уже знакомили вас с вершиной игродельческой мысли. Если кто забыл, речь об одном из главных RPG-проектов этого года, который скачали почти 10 миллионов игроков. Мобильная графика уровня приставок и ПК, увлекательный геймплей и потрясающая детализация не оставят равнодушным никого. Одного взгляда на нашего любимого чемпиона-мучителя достаточно, чтобы это понять. А ведь их в игре более 400. А еще невероятная сюжетная линия, битвы с гигантскими боссами и, конечно же, с другими игроками. 200 тысяч отличных отзывов маркета не будут врать. Более того, Raid полностью бесплатен и в течение первых 90 дней игры поощряет новичков ежедневными бонусами. Так что срочно бегите в описание под видео, качайте Raid по нашим ссылкам и получайте 50 тысяч серебряных монет вместе с особым эпическим чемпионом для всех новых игроков. Из-за того, что экранизируется не игра, а книга, многие заведомо спешат обвинять Netflix в халтуре. Ситуация с двумя мячами Геральта уже стала мемом. И на всякий случай поясним еще раз. У нашего ведьмака есть два меча – обычный и серебряный. По легенде, первым он сражается с людьми, а вторым – с монстром. Именно поэтому в игре оба клинка всегда под рукой Геральта. Но в реальной жизни это не слишком удобно. Как и в книгах, там серебряный меч хранится на платве, ведь перед битвой с монстром у ведьмака обычно есть время подготовиться. Таскать лишнюю тяжесть на себе смысла нет. Да и вообще, второй меч не серебряный, а лишь покрыт серебром. В одной из книг Геральт сам давал объяснение ситуации. Да, есть чудовища, которые боятся серебра, но далеко не все. Для некоторых, наоборот, смертельно – железо. Оба клинка за спиной будут стеснять движение, а серебряное напыление быстро сотрется, если махать им в битвах с немытыми кметами. Скажем больше, на одном из промо-фото второй меч можно увидеть сбоку платвы. Так что все логично, канонично и очень просто. Как и с медальоном, который также ближе к книжной версии. Забегая вперед, отметим, что проблемы есть, и закрывать на них глаза мы не будем. Как известно, процесс подготовки ведьмака состоит из трех этапов – тренировки, испытания травами и трансмутация. Именно на третьем этапе Геральт словил обесцвеченные волосы. А еще там же меняются зрачки, они становятся вертикальными, как у кошек, и ведьмаки способны менять их размер, чтобы видеть в темноте. Этого элемента трейлер пока не показал. Но не стоит забывать, что до выхода еще пять месяцев, и графика в трейлере далеко не финальной версии. Так что зрачки еще могут завести. Перейдем непосредственно к трейлеру. Знатоки игры будут почесывать в затылке, не понимая, где знаменитая борода Геральта, почему Цири такая маленькая, а Йеннифер страдает болезнью. Ответ прост. В основу сюжета лег самый первый сборник рассказов о Ведьмаке под названием «Последнее желание». И на самом деле, возраст Цири даже прокачали, ибо в первом сборнике она даже не появлялась. А все остальные элементы оригинальной книги на месте. К примеру, один из первых монстров в трейлере. Темная фигура, с которой сражается Геральт в коридоре Стрыга. Забавно, что она же была первым противником Ведьмака в истории. Заказ Геральт получил от короля, дочь которого превратилась в такую вот упырицу. Единственная возможность вернуть ее назад, помешать ей заночевать в саркофаге. Это Ведьмак и сделал, получив при этом нехилые повреждения. От них он и лечится на знаменитом уже кадре без футболки. А чуть ранее забирает награду. Все по канону. Немалое бурление вызвали кадры и темнокожих Дриад. Все тут же бросились обвинять Netflix, забыв один факт. В наше время проект «Бесцветных актеров» обречен получить 0% от критиков и умереть в муках. Сервису пришлось выбирать, и ребята сделали правильный выбор. Почему? Потому что читатели книг в курсе, что роль Дриад в сюжете не такая уж и важная. Ну а вернувшись к трейлеру, напомним, что первая встреча Геральта и Цири состоялась именно в Брокелоне, лесу, населенном Дриадами. Весомая часть трейлера посвящена Йеннифер, и здесь нас ждет очередной предрассудок. Уродство чародейки полностью канонично. Она родилась с огромным горбом и в школу магии попала как раз, потому что родители не видели шанса выдать ее замуж. Более того, Йен даже пыталась совершить самоубийство. Но в дело вмешалась Тесая Деврие, взявшая ее в ученицы. В трейлере мы видим, как она натаскивает девушку. Собственно, там же Тесая помогла исправить и дефекты, ибо чародейки в мире Ведьмака по статусу должны выглядеть сексуально. Впрочем, негодующие от внешности Йеннифер все равно имеются, даже несмотря на кадры, где актриса выглядит вполне себе презентабельно. И здесь, на всякий случай, снова обратимся к книгам. Если дословно, Геральт описывает Йен как привлекательную, но далеко не классическую красавицу. Длинноватый нос, узкие губы, небольшая грудь. Такой чародейку видел Ведьмак. Само собой, игра сделала Йеннифер супермоделью из глянцевого журнала. Но винить сериал в обратном не стоит. Описание из книг гораздо ближе к тому, что мы увидели в трейлере. А вот от рис, к сожалению, такого не скажешь. Конечно, не до конца официальные данные о том, что в сцене с голеньким Геральтом именно она. Но Анна Шафер давно заявлена в каст и поговаривают, что речь идет именно о Трис. И здесь есть проблема, ибо в книгах четко указана белокожая рыжеволосая девушка. Да еще и очень молодая, чего о 27-летней Шафер не скажешь. Впрочем, стоит упомянуть, что в книгах Трис отводится ну уже очень второстепенная роль. И довольно быстро она с концами пропадает из сюжета. Если вкратце, она поучит Цири вместе с Ведьмаками, а потом на долгое время пропадет с радаров. Так что эту беду мы сможем пережить. Весьма канонично волшебники вселенной владеют телекинезом, швыряются молниями, и наверняка рано или поздно Цири научится телепортироваться. А что до Ведьмака, в одном из моментов показывают, как он кастует что-то движением пальцев. И надеемся, что все в курсе каноничности происходящего. Просто графику, как мы уже упоминали выше, пока завезли не везде. А вернувшись к Цири, отметим, что в ее случае сериал забежит чуть-чуть вперед. Мы мельком увидим Цинтру, ее родину, которую во вселенной захватили нильфгаарцы. А еще загадочную пустыню. В книгах Цирилла перенеслась в пустыню Корот, убегая от бунта. Причем произошло это в часе презрения, аж в четвертой книге. Сериал намешает события в кучу, но слава богу, хотя бы рубка нильфгаарцев и воинов Цинтры будет эпичной. Грустно, что доспехи южан все-таки оказались резиновыми. В играх, да и в книгах они описываются очень дорого и ярко, ведь Нильфгард — одна из сильнейших империй. Но не стоит забывать, что неофициальное прозвище нильфгардцев — черные из-за цвета их герба и флага. Похоже, чтобы удешевить процесс съемок, создатели восприняли этот момент буквально. Оно и верно, ведь деньги лучше пустить на эпичные пейзажи. Их мы насмотрелись достаточно. Помимо вышеупомянутого Бракелона, есть огромная панорама острова Таннет, соединенного с континентом мостом. Фанаты серии знают, что там находится академия, где девушек обучают магии. И наша Цири определенно попадет туда в один из моментов шоу. Ведь история начнется там, где девушка еще не обучалась ни искусству ведьмака, ни магии. У нее лишь неконтролируемые видения и способности, демонстрацию которых мы видели на одном из кадров. Резюмируя все вышесказанное, нас ждет путешествие в самое начало истории ведьмака. Туда, где Геральт еще не верил в пророчества, а Йеннифер только заканчивала обучение. Бедную Цири побросает по всему континенту, и мы получим ведра канона, разбавленные небольшим количеством неудач. Мы не слепо боготворим сериал, как вы могли убедиться, все его недочеты нами объективно указаны. Ну а согласитесь, пока достоинства их перевешивают. Чего только стоит эффект перебравшего с эликсирами ведьмака на последнем кадре. Он будет сражаться с Кикиморой, и судя по дороговизне эффектов, Netflix не поскупилась на хороший бюджет. А еще на возрастной рейтинг. На одном из кадров проглядывает куча голых дам. Так что у Игры Престолов намечается серьезная конкуренция. А у нас отличный сериал от людей, которые вложили душу в происходящее. Почему? Приглянитесь к самым первым кадрам трейлера. Ставим что угодно, что на них Геральт только что получил прозвище Мясника из Блавикена. Дело было так. После победы над Кикиморой, которую мы обсуждали чуть ранее, Геральт приехал в город за наградой. Вместо этого он оказывается вовлеченным в интригу. Банда девушки по имени Ренфри готовится вырезать весь Блавикен. У них были весомые причины, но Геральт, само собой, выступил против массового убийства простых горожан. Ведьмаков обучают защищать работяг, и об этом он уведомил Ренфри. Та наплевала на запрет, и в итоге Геральт вырезал всю ее банду на глазах у народа. В этот же день бандиты Ренфри планировали начало резни, но жители об этом не знали. И после того, как Ведьмак спас их, начали забрасывать беднягу камнями, прилепив кличку Мясника из Блавикена. Обидное прозвище так и прилипло. А первые кадры сериала намекают, что аналогичная ситуация случится и в кино. Эта деталь показывает о создателях многое. Они действительно разбираются в истории мира и в том, что хочет увидеть фанбаза. Так что не стоит обвинять еще не вышедший сериал и Генри Кавилла во всех смертных грехах. Он обязательно будет неплохим. Ну а если вы считаете, что и наш разбор вышел неплохим, не поленитесь отметиться лайком. Ведь совсем скоро нас ждет еще больше новостей. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова